Маджанг выпустили опросы игроков за все. Значит, во-первых, я прочитал первые два вопроса, я уже понял, что как будто они будут из этих опросов делать обновление лучше. Какие игры Майнкрафт и на каких устройствах вы играли? Дальше. Ваш топ любимых враждебных и нейтральных и дружественных, блять, мобов? Вот этот я вопрос прочитал, я уже сразу понял, что как будто они берут направление, они хотят узнать, в каком направлении им расширяться. И на самом деле я подумал, что это типа охуенно будет пообсуждать, какие реально самые охуенные мобы. И я примерно просто начал думать, какие для меня охуенные мобы. И такой, ага, бля, если я проголосую, как я проголосую, они скорее всего поймут, почему я так проголосовал и добавят больше таких. Значит, я объясняю, в чем прикол. Почему? Ну, какие бы для меня... Давай, первый вопрос. На каких устройствах вы играете, блядь? Для меня самое охуенное это играть либо на компе в Джаву, либо с телефона. Потому что с телефона, ну, блядь, телефон просто есть у всех и все. С всяких там PlayStation'ов, блядь, я не знаю, кто играет. Вот. Дальше. Ваш топ любимых враждебных мобов. И тут я задумался, это же самое охуенное. Первое место я бы поставил, наверное, Крипера, блядь. Потом я подумал, что Гаст. Крипер. Самый охуенный моб, потому что он один из самых первых. Он обложка Майнкрафта. И самое главное, в игре, в которой надо строить, это моб, который разрушает. Дальше. Почему для меня Гаст один из топовых мобов? По-моему, он с визитной карточкой АД может считаться. Хотя пиглины сейчас, да, на первом месте. Но в чем прикол? Гаст летает. Летающих мобов мало. Пуляет своим шаром. Этот шар может что-то разрушить. Но самое главное, при достаточном скилле ты можешь его оружие использовать против него. И все гениальное просто. Это не усложненный моб, блядь. И вся хуйня. Гаст реально один из самых охуенных мобов. Стреляет. Тебе для того, чтобы с ним сражаться, надо делать лук. И еще и отбивать его шарик можно прям в него. И одна из самых прикольных ачивок с этим связана. Короче, охуенный моб. И пиглины, потому что они достаточно злостные противники. Они тебя быстро могут захуярить. Расстрелять тебя, захуярить там мечами, да, могут. Но при этом тебе достаточно просто золотую броню сделать. И нормально будет. Вот. И при этом еще и с ними торговать можно. Просто потрясающие мобы. Топ нейтральных мобов. Не, давайте дружественные, дружелюбные мобы. Их там просто поменьше. Первое место корова. Вы меня можете переубедить. Но первое место корова это имба-моб. Может быть даже типа сверх-имба. Я вот не знаю, кстати, дружественным мобом считается житель. Потому что может быть он нейтральный. Потому что если ты его ударишь, тебя придут и отпизят. Я вот не знаю, нейтральный это кто, блядь. Ну короче, ладно, давайте так. Корова. Почему корова? Без жителя того же я бы мог прожить. Корова, блядь. Самый лучший вид мяса дает. Молоко дает, блядь. Кожу для брони тоже дает, блядь. То есть теоретически, просто имея две коровы, ну можно достаточно охуенно жить. Ты еду имеешь, ты иметь можешь броню, ты сможешь книжки крафтить, блядь. Это охуенно. Поэтому корова. Наверное, если дружественный, то все-таки житель второе место. А, и еще, корову можно грибной сделать, если в нее молнии ебануть. Это вообще там, ну то есть функционал. Для меня, чем больше функционала у моба, тем еще круче, блядь. Блядь, и кого же еще? Ну, наверное, овца, потому что это единственный моб. А, нет, подожди. Блядь, овца и курица. Вот для меня тоже овца и курица. Прикол такой, что из одной курицы можно сделать дохуя куриц. Это единственный моб, который может себя дюпать. Это тоже прикольная тема. И он дает баланс на меньше еды, чем другие. То есть, да, ты можешь их надюпать, но восполнение у него, как у картошки. Это нормальная тема. Блядь, ну овца она дает блоки. Но без блоков можно прожить любые другие сделать. Вот. Тыкни пройти опрос. Ну, блядь, просто там все нахуй на английском будет. Может быть, я смогу перевести этот. Да, да, да. Ёб твою, блядь. Да, мне 18, блядь, больше. Для кого вы, блядь... Ёб твою мать! Да ну нахуй я заебался, блядь, уже! Так, какие следующих игр Minecraft вы играли? Я играл в Bedrock, в Java издание, в Dungeons, в Легенды я играл. Я играл во все, блядь. Я играл реально во все. Даже в Minecraft Earth, блядь, я играл. Ну, тут, видимо, это не важно. Какое из следующих устройств вы использовали для игры в Minecraft Bedrock Edition? Блядь, кстати, попробовал бы Nintendo Switch. Просто попробовал бы, чтобы вдвоем играть. Мобильный телефон или планшет? Bedrock на ПК. Пример там Java вообще нету. Так, у вас есть ребенок или дети, которые играют в Minecraft? Нет. Я предпочитаю нахуй не отвечать на этот вопрос. Так. О, еба! Во! И тут сразу весь список! Так. Топ 7 ваших любимых мобов, блядь. Охуеть! Блядь, вот бы я пересоздал бы этот опрос и понял бы, что вы думаете по этому поводу. Просто столько... Я от вас столько не могу получить инфы. Хотелось бы получить, блядь. Пожалуйста, выберите топ 7 ваших любимых вражденных мобов. Все-таки я не буду. Крипер. 100%. Гаст. 100%. Я буду сейчас объяснять, почему я так думаю. Да? Давайте попробуем так. Богет. Я не знаю, кто такой Богет. Бриз. Охуенный новый моб. У него интересные механики. С ним интересно сражаться и так далее. Так, ладно, давай я переведу на русский. В следующем наборе вопросов мы просим вас, какие мобы вам понравятся больше всего. Пожалуйста, основывайте свой выбор на том, насколько круто или мило, по вашему мнению, выглядит моб. А не обязательно о том, считаете ли вы их самыми сильными. Круто или мило? Как он выглядит? Так, Эндер Дракон. Бля, прикольный. Ну, интересная механика. Так, Разоритель. Но нет, нет, кстати. Шалкер интереснейшая механика и прикольная. Он необычный. Чем необычнее, тем я буду больше голосовать. Слизняк. Стрей прикольный, наверное, потому что он замедляет стрелами своими. И у него еще есть какие-то костюм висит. Это круто. Визор, скелетон. Хуйня. Ведьма. Блядь, ведьма интересная. Давай дальше. Ну, если что, я назад нажму и все. Так. А, ебай. И теперь я их должен расположить, видимо, а ну-ка. Пожалуйста, ранжируйте топ-7 враждебных мобов. От любимых сверху, дай менее любимых. Если вы используете мобильное устройство, выберите варианты от первого до последнего. Короче, Крипер самая первая. Гаст следующий. Шалкер. Ведьма. Эндер Дракон нет. Даже вот так вот. Он интереснее. Он даже вот так. Бродитель и Андер Дракон. Вот так вот. Вот, я думаю, вот так вот. Да. Где пройти? Вот у Гены возьмите и тоже пройдите. Может быть, они начнут складывать свои впечатления об обновлениях. Да, они смогут обновлять то, что людям больше нравится. Поскольку эти обновления теперь будут раз в полгода. Да, там или ходите. Или даже раз в 4 месяца. Мне просто страшно то, что, блядь, сюда придут шкалота. Наголосуют, нахуй. Ну, просто дети, блядь. И они будут говорить. Едать. Маленькая свинка. И у нее большая голова. Это заебись. И все. Ну, вот. Ну, типа, целевуха придет полнейшая. А хотелось бы, ну, что-то интересное, блядь, видеть. Вот. Тут еще вот такой прикол. Типа, кто голосует, блядь. Вы за своего ребенка или вы за себя голосуете? Вот это тоже интересно. Да, да, да. Там ограничения. Но, блядь, дети натыкают, блядь. То, что им плюс 18. И все. Теперь пассивные мобы. Пассивные мобы. Пассивные мобы. Корова сразу. Курица сразу. Блядь. Мушрумовая корова. Это отдельная хуйня. Столько не снифер. Так. Виллоджера сюда тоже. Основывайте свой мир на сколько круто или мило, по вашему мнению, выглядит моб. А не на том, насколько полезен, по вашему мнению, моб с точки зрения... А вот какого хуя? Блядь. Ну, если круто и мило, то это вообще по-другому. В таком случае... Мушрум все равно остается. ЛА прикольно выглядит. Я не знаю, что такое код. Дельфин прикольно выглядит. Лягушка очень круто выглядит. Глоу-сквид круто выглядит. Фуга. Страйбер. Да снифер мне... Нет, блядь. Я его бойкотирую. Это хуйня полная. Вообще, да. Надо, наверное, что-то отменить и взять Акселотли. Нет, я вот так беру. Я теперь объясняю. Топ-1. Для меня это, может быть, это изменение какой-то профдеформация, но это фуга, потому что у этого моба есть три стадии, блядь. И они прикольные, плюс еще и отравляют, плюс, может быть, маленькой, средней, вздутой фугой. Ей можно еще ловушки делать. Короче, нормально. Как я взял Армадилда вообще? Я Акселотли хотел взять, а не Армадилда. Так, поехали. Мне нравится Мушрум, потому что она... Это дешево и сердито. Во-первых, обычная корова, но с этими грибами выглядит гораздо круче. У меня есть теория, что ей грибы в мозг проросли, блядь. Короче, пока вот так. Нет, давайте вот так. Лягушка просто охуенная. У них охуенные анимации, они охуенно выглядят. Это как будто следующий моб. Дальше вот так вот. Дальше Гловен Сквид. Вот такой мой топ, наверное. Нет, даже вот так. А Элеи тоже просто прикольно выглядят. И они еще такие... Делают. Сука, я тоже согласен. Может быть, верблюда? Блядь, а что отменить тогда, чтобы взять верблюда? Блядь, и пчела тоже круто. Но это не добрый моб. Это, ну, как-то полуагрессивный моб. Блядь, что же убрать тогда? Может быть, дельфина? Давайте я уберу дельфина. Он крутой, но кэмэл тоже там анимации ебанутые. Не, я тогда убираю мушрум, дельфин беру и кэмэл. Давайте так. Потому что корова все-таки это подваряться. Это отдельный моб. И я его сделаю тогда даже повыше акцелот. Блядь, я его так сделаю. Блядь, у него охуенная анимация. На нем вдвоем кататься можно. Это все ебануто круто. Так, теперь то же самое. Не по механикам. Пчелка 100%. Лиса милая. Пиглин. Утопленник. Эндермен это просто классика. А, тут топ-5 надо, бля. Так. Утопленник мне очень нравится и по дизайну, и по механикам. И том, что это как бы перевоплощенные зомби. Это круто. Лисичка милая добавляет эмбианта. Плюс она может лежать и вот так еще прыгать в снег. Это круто. Лама нет. Панда. Блядь, вообще бы как будто бы. Панда тоже милая. Вот так вот возьмите. Так. Вот так вот. Вот так вот. Пиглины очень проработанные. Очень проработанные. Мне кажется, вот так. У них и уши есть, блядь. И вообще охуенно. Короче, вот так, наверное. Так. Ой, блядь. Ой, нихуя. Это тут даже интересно. Так, давай все перевожу на русский. Поехали. Такс. Пожалуйста, разжимуйте в общих, 8 общих типов мобов. От вашего любимого до наименее любимого. Если вы используете мобильные спроси, то так. Водноболотное угодье, блядь. Например. Подожди, я должен не мобов, а биомы, биомы, блядь. Я должен биомы. Блядь, охуеть, сложно. Водноболотное, наверное. Потом океаны мне нравятся. Нет, равнины вообще всегда всем, мне кажется, нравятся. На равнинах легче всего что-то строить, что-то делать. Горы. Вот так вот. Потому что они пиздец красивые, но в них бы я не ходил. Океаны я люблю, потому что там плаваешь, блядь. Маяк этот водный поставил охуенно. Пещеры. Засушливые земли мне не очень нравятся, их надо дорабатывать. Нижний мир. Лесные массивы меня не заебали, реально, блядь. Зажигалка там решает. Я думаю, вот так. Лесные массивы засушили. Нет, вот так даже. Да, блядь, поменяй их местами, ебаный. Я не могу их поменять. А, вот. Лесные, короче, вот так. Да. Равнины, потому что легко найти, строить. Там деревни спавнятся и так далее. Болоты, потому что интересно, их тяжело там иногда проходить. И с трезубцем легко летать. Океаны заебись всегда. Горы прикольно, чтобы видеть, но в них ходить не надо. Пещеры. Нижний мир круто. Я вот так вот их поменяю. Вот так вот. И засушливые земли полная хуйня. Лесные массивы просто скучно. Нижне приведены изображения трех различных типов биомов и пещер. Пожалуйста, оцените три типа от вашего любимого. Я понял. Я думаю, сначала пышные, красивые, яркие. Потом глубинная тьма. И потом вот это вот. Ну, это просто дефолт. Это просто дефолт, которые чаще всего встречаются. Я думаю, вот так. Мне нравится, когда они красивые, блядь. Светится что-то. Вообще кайф. Вот. С Варданом прикольно то, что там атмосфера есть. А обычные, это обычные. Так. Приведены шесть различных типов равнинных биомов. Пожалуйста, оцените, какие самые из них охуенные, да? Значит, во-первых, подсолнухи. Просто прикольно. Бля, реально просто кайф. Смотришь, просто кайф. Та же равнина, просто кайф. Потом простое. Нет. Потом грибные поля. Потом простое для меня. Я просто не понимаю, это не равнина. Мне бы прикольно здесь было бы спиздить материалы, но тут тяжело жить. Это красиво, когда мимо пробегаешь, это круто. Но тут не хочется жить. Короче. Ледяные шипы. Саванна меня просто в последнее время бесят, потому что она такая тусклая, уебская. Там не кайф быть. И снежные равнины, это больше всего меня бесит. Это самая тухлядивая какая-то ебаная. Так. Океанские, видимо, биомы, да? Оцените, семь различных. По самому любимому. Давайте так. Самое первое, это, естественно... Два теплых океана. Я не очень понимаю, какой. Давайте я вот так поставлю. Ну, просто теплый океан, всегда круто. Там прозрачная вода. И все кайф. Просто непонятно. Дальше. Глубокий теплый океан. Потом просто глубокий океан. Потом вот так вот. И замерзший я, бля, ненавижу его вообще. Вот так вот. Так. Так. Самый охуенный. Это джунглевая река. Тут просто слишком охуенную реку поставили. Чаще всего оху... Давайте так. Мангровые болота. Это 100%. Это охуенный новый биом. Дальше. Наверное, реки. Мы часто ими пользуемся. Ну, чисто, чтобы кайф был. Каменистый берег. Замерзшая река. Снежный... Так. Потом пляж. А вот дальше мне они просто не нравятся. Наверное, следующее. Это... Болото. Снежный пляж. Замерзшая... Не, замерзшую реку я повыше поставлю. Потому что по ней можно разогнаться. Каменный берег. Самый... Ну, оно просто как-то неудачно выглядит, блядь. Реально, как-то... Блядь. Дальше. Так. Ниже приведены изображения биомов засушливых земель. Сначала пустыня. Она все-таки какая-то родная. Там можно всякую хуйню найти. Там и деревни спавнятся, и колодцы спавнятся, блядь. И пирамиды спавнятся. Очень круто. Саванна, продуваемая ветрами. Круто выглядит. Вот так. Вот так. И вот так. Все, я думаю, вот такая вот система. Вот такой системки. О! Адские биомы! Значит, первое, что мне нравится, это... Багровый лес. Или как это называется? Как вот это называется? Это Багровый? Это же не Багровый, да? Или Багровый? Синий лес. Искаженный лес, да? Искаженный лес. Потом Багровый лес. Потом, наверное, мне нравится Долина Пескодушная. По ним бегать не кайф. Базальтовые дельты, чтобы по ним паркурить, заебало. И пустоши Нижнего Мира. Это Кал, блядь, самый старый говно. Так, ниже приведены изображения 12 различных типов лесных биомов. Ёб твою мать, блядь. Значит, я понял. Первое. Цветочки. Второе. Бамбу джунгли. Бамбуковые джунгли мне нравятся. А, нет, подожди. Мне нравится, знаете чё? Спейерс джангл. Это один из моих любимых вообще биомов. Редкие джунгли. Это, по-моему, оно. Короче, где... Яркая трава, джунглевые деревья, но их не так много, и ты можешь что-то себе построить. Сами джунглями не супер нравится. Березовый лес, тайга... Блядь, ещё какие-то старосозданные, пиздец. А, старосозданные, я понял. Old, grown, pine, тайга, блядь. Это прикольно. Потом джунгли? Нет. Потом вот так. Потом... Нет, вот так вот. Потом джунгли. Блядь, джунгли добавь мне. А ты чё, издеваешься? А, подожди, я должен выбрать. Я должен из всех выбрать только шесть? Да. Блядь, чем еловая тайга от сосновой отличается? Я реально в первый раз вижу, блядь. О. О, блядь, лол. Да? Как? Ну, я джунгли подкину сюда. О, так. Ну, тут, блядь, как будто сразу, да. Вишнёвая, это сразу, да. Frozen Peaks, потом Stone Peaks. Сейчас. Зубчатые пики, снежные. Сейчас. Вот так вот. Мне кажется, вот так. Снови, Слопес. Снови, блядь. Блядь, я не знал, что существует продуваемое что-то. Блядь, ну тут самое главное, что я выбрал, что вишнёвые. И луга, блядь. Не, подожди, луга гораздо выше я хочу. Луга, это мне очень нравится. Это одно из, да, это вот на второе место. Вот эти вот, подожди, вот этого и луга, да. Охуенно. Охуеть. Блядь, я очень надеюсь, что этот опрос вообще хоть на что-то повлияет, блядь. Так, в следующем наборе вопросов мы спросим, какие предметы Minecraft вам нравятся больше всего. В этих опросах, пожалуйста, подумайте, какие предметы выглядят круче, а не насколько они полезны. Да ты серьёзно, блядь, какая нахуй разница, как оно выглядит, блядь. Пожалуйста, оцените 6 видов оружия от вашего любимого до наименее любимого. Помните, что вы должны делать суждения на основе того, как они выглядят, блядь. Ладно, хорошо. Булава мне нравится охуенно. Трезубец охуенно. Потом арбалет. Поклон, блядь. А, боу, боу. Вот так вот. Меч на самое последнее место. И топор вот сюда. Какая разница, если можно перерисовать текстурки? Ну, булава, она просто новая, такая 3D-шная, охуенная. Пожалуйста, 6 наборов брони. Броня, броня, броня. Какая самая охуенная броня? Назеритовая. Потом цепь, это скорее всего, ну, этот, кольчужная броня. А потом просто одинаковая хуйня. Нет, потом кожаная, потому что её хотя бы красить надо. Вот эти, они хотя бы различаются. Всё остальное просто похуй. Ну, золото повыше. Да, я вот так вот. Золотая. Вот, вот так. Вот этот скукотень, блядь, они одинаковые. Пожалуйста, ранжируйте ваши 6 любимых инструментов. От самого любимого. Насколько они хорошо выглядят. Это полная хуйня. Они все выглядят как, ну, типа дефолт, блядь. Щётка, наверное, на первое место. Она хотя бы какая-то прикольная новая. Удочка потом. Потом удочка с морковкой. Хотя, блядь, нет, там хуйня, она коряво выглядит. Ну, кирку, типа. Ножницы. Вот так. Топор. Лопата, ёбаная. Нет, лопата на самое последнее место. А, подожди, я не могу больше? Ну, всё, я тогда вот так делал. Расположите 6 любимых деревьев в Майнкрафте от самых любимых. Иди нахуй! Ладно. Подожди. Не забудьте, что ранжировать их потому, насколько круто они выглядят. И насколько они полезны в игре. А, блядь! Пока. Всё по новой тогда, блядь. Значит, во-первых. Недооценённая хуйня. Зажигалка. Просто охуенно ходишь, блядь. Криперов можно поджигать, блядь. Всё поджигать. Очень крутая вещь. Двойной можно прыжок делать. Удочка. Ну, несколько использований. Даже вот так я сделаю. И ловить рыбу, и людей подкидывать. И скидывать их там со всякой хуйни. Щётка. Ну, блядь. Она просто крутая, но нет. Мне нравится, очевидно, кирка. Топор. Топор повыше кирки, потому что им ещё пиздить можно врагов. И щётка в конце. И ножницы. Блядь. Не, не такое оно полезное. Лапата. Вот, вот так. Так. Просто любимые деревья до наименее любимых деревьев. Тут поехали. Значит, начинаем с берёзы. Я обожаю берёзу. Она красивая. Необычный вид древесины самой, да, дерево. Разные текстуры. И самое главное, это единственное, блядь, дерево, которое легко копать. Всё остальное может какой-то мутант вырасти, блядь, и так далее. Следующая ель. Растёт ровно. Можно сделать её гигантской и спилить. Акацию я ненавижу, блядь. Дальше вишня, потому что очень круто выглядит. И можно всё равно спилить, находясь на земле. Джунглевая. Следующая. Легко копать. И дохуя ресурсов она может дать. Дуб. Просто потому что он дефолтный, нормальный. Но он может вырасти в мутанта гигантского. И там только зажигалка спасёт. Мангровые заросли. Красота. Очень тяжело копать, но красота. О, подожди. Тёмный дуб. Мне тоже очень нравится. Я вот... Его выше джунглей. Его легко испиливать и выращивать легко. Тёмный дуб. Круто. Малиновый. Это хуйняка, это, блядь. А, подожди. Всё, я не могу. Всё, круто. Я проголосовал. Так, пожалуйста, расположите ваши шесть любимых деревянных строительных блоков. От любимых. Блядь. Так как будто бы... А, не, ладно. Сейчас. Тёмный дуб первое место. Я люблю в тёмных тонах строить. Всё, вот так. Вот так вот. Искажённый... Не, подожди. Искажённый даже повыше. Малиновый. Да не, наверное, вот так. Наверное, вот так. Я, поскольку не умею красиво строить, я беру либо максимально тёмные цвета, либо максимально яркие. То, что между ними я, ну, хуёво выбираю. Так. Проголосуйте, у кого ваш любимый гендер. А ну-ка. Девять различных скинов персонажей по умолчанию, включая Стива и Алекс. Значит, пожалуйста, ранжируйте девять стандартных скинов персонажей. От вашего любимого до наименее любимого. Первый Стив, потому что родной. Второй Алекс, потому что тоже родная. Дальше Зури. Мне нравится. Он как бы... Ну, кому-то каев, да, вот с такого будет поиграть. У него прикольная прическа, штаны крутые. И это костюмчик. Дальше Макена. Мне очень нравится её костюм. Не, наверное, Суни. Где этот Суни, блядь? Солнечная эта Суни. Потом Ари. Потом Кай. Эфи. И Нур. Ну, ровщик какой-то скукота, блядь. Вот, вот такой мой топ. Далее. Алиса, музыка из видеоигр. Ёб твоё! Ааа, подожди. Это выберите, какие игры вам нравятся, чтоб мы пиздили из них идеи, пожалуйста. Насколько вам интересны следующие игры? Ебать! Блядь, неужели это реально, чтобы потом пиздить идеи? Ладно. Tomb Raider. God of War. Spider-Man. Очень круто. Fortnite. Apex Legends. Папк. Ну, это для мини-игр, наверное. Но, наверное, тоже очень круто. Я так просто думаю, что... Думать, как бы это подошло Майнкрафту, или думать просто, какие игры мне интересны. Диабло, Майнкрафт Данженс, Торч Лайт. К сожалению, несколько заинтересован, и всё. Так. Супер Smash Bros. Ну, такие боёвки, когда друзья приходят с ними, просто ужасы. Мне не нравятся ужасы. Хотя Until Dawn крутой. Наверное, тогда вот так вот возьму. Так. Массовые многопользовательские игры. Честно сказать, типа, нет. Но я бы хотел... Ну, я, блядь... Я бы... Я просто хочу сказать, что как будто SP это и так массовая многопользовательская игра. Там куча людей, у каждого свои цели. И эти цели иногда с кем-то пересекаются. Люди контактируют, объединяются в кланы. И так далее. Вот. Поэтому, мне кажется, всё-таки да. Я что-то скипнул? Казуальные головоломки, пассиан, стетрис. Ну, ёпта, блядь... Пухуй. Я даже настолько вот пухуй. Ну, просто как мини-игра внутри чего-то. Хотя иногда бы на Candy Crush я бы даже подсел. Так что всё-таки так. Так. Лига Легенд, Дота, Паладинс. Я так полагаю, если тут есть Паладинс, значит тут и Овервотч есть. И плюс мне ещё моба понравилась сейчас Дедлог. Поэтому, наверное, вот так. Так, повествование. Короче, ходилки-бродилки, где почти ничего не надо делать, да? Ну, иногда нравится. Assassin's Creed, Just Cause, Открытый мир. Ну, тот Just Cause мне нравится. И мне нравится то, что в Just Cause можно очень много с чем взаимодействовать. В Assassin's Creed я ни в один не играл, в Призрак Отсусимы не играл, в Крэкдаун не играл. Открытый мир всегда всё равно круто. Ну и тем более для... Не, хотя не всегда круто, потому что его ещё надо наполнять. Так. Вечеринка, Джекбокс, Супер Марио Пати, Оверкухед. Это прикольно, это круто с друголёчками или со стримом поиграть, да? Платформеры. Я ебал платформеры, я их практически всегда ненавижу. Но иногда бывают крутые. Марио Карт я играл, всё остальные я не играл. Вот так вот поставлю. Мне нравится моё Карт. Ролевые игры. Skyrim, Fable. Блядь, ну иногда, вот опять же, тяжело войти в некоторые ролевухи. Но когда въезжаешь, блядь, думаешь, какой кайф. Поэтому да. Так. Ролевые игры тактические пошаговые. Блядь, Baldur's Gate. Это в моём сердечке. Hello, Call of Duty, шутеры. Ну, шутеры мне такое. Около похуй. Около похуй на шутеры. Хотя, ну, большинство просто игр на рынке. Это шутеры. Моделирование Sims. Animal Crossing мне не понравилось. Ну, в Sims, блядь, круто. Я, блядь, в Sims просто всегда с кайфом бы поиграл. Спорт. Ебать, блядь. Вы ещё пойдите в реале, нахуй. В спорт поиграйте. Блядь, я реально, сука. Но я прям, у меня надежда на то, что это на что-то повлияет. Стратегия. Цивилизация. Блядь, цивилизация. Цивилизация кайф. Ну, наверное, вот так. Всё равно не всегда стратегия кайф. Real-time стратегии. Тогда я сделаю вот так вот. Real-time стратегия. Мне чуть-чуть похуже. Стратегия пошаговая. А что тогда, блядь, вот это? Не, пошаговые для меня тогда круче. Вот, вот так, наверное. Выживание. Блядь. Стоит у детей круто. Grounded круто. Ark survival. Блядь. Ну, выживачи я люблю, блядь. Выживачи круто. Так. Перевести на русский. Так, демографические данные. Мы задаём следующие вопросы, чтобы лучше понять наших игроков и их игровой опыт. Вот тут, кстати, будет круто, потому что... Как будто бы тут школьник до этого уже не дойдёт. Мой возраст. Предпочитаю не отвечать, нахуй. Подожди, а сколько мне лет, блядь? Алиса, сколько лет стримеру Пятёрке? Кириллу Баранову, известному как Пятьёрка и Фуга Ти Ви, 28 лет. Он родился 5 апреля 1996 года. Сука, я думал, хотя бы 27. Ёбаный факт, бля, я реально... Я думал, что мне хотя бы 27 лет. Это уже вгроб, блядь. Я мужской пол. В какой стране или регионе вы проживаете? Бля, вам лучше не знать. Так. У меня нет инвалидности никакой. При переходе на следующую страницу ваши ответы на вышеуказанные вопросы будут обработаны в соответствии с уведомлением согласны ли вы? Да, 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 давай, нахуй. Ой, блядь, спасибо, блядь. Это вам спасибо, если вы хоть чуть-чуть прислушаетесь. Ну, опять же, а вдруг я не выражаю мнение большинства игроков в Майнчлен? Вот вы с моими ответами хотя бы, ну, согласны? Хотя бы, типа, на 70%. Блядь, это уловка военкомата, да? Ну, вы со мной согласны? Потому что мы в одном информационном пузыре находимся, и... Ну, как бы, мы в любом случае с вами объединены интересами. Если бы мы не были бы объединены интересами, вы бы это не смотрели, вы бы не ответили бы, что вы со мной согласны. Понимаете? Ну, блядь, было бы круто, если бы вы тоже прошли, и реально они такое, типа, ага, блядь, вот такие мобы игрокам нравятся, значит, таких мы мобов будем делать. Но, опять же, я бы хотел бы голосовать за мобов по функционалу, блядь, а не из-за того, какие они милые. Да я их в рот ебал, пусть уроды будут, зато из них, блядь, там можно будет добывать алмазы, блядь. Я чё, Емеля? Не.